Добрый вечер! Рад вас приветствовать в учебном центре «Специалист» на нашем семинаре, посвященном информационной безопасности и такому интересному продукту, как SecretNet. Мы с вами собрались поизучать интересную систему. Давайте я расскажу немножко о семинарии, о формате и немножко о себе. Как я вам буду рассказывать материал и на что нужно обратить внимание? Вначале покажу демонстрацию, что-нибудь порисую на экранчике, расскажу про особенности обеспечения информационной безопасности в современных системах, расскажу, естественно, про продукт SecretNet. И также, помимо того, что я вам расскажу про особенности, красивые картиночки покажу, я буду еще показывать демонстрации. Через вебинар тяжело слушать, поэтому буду показывать демонстрации, чтобы было повеселее, поинтереснее. Зовут меня Бойцов Петр, я являюсь ведущим преподавателем учебного центра «Специалист». Я занимаюсь две направления. Первое мое направление – это администрирование. У меня много-много-много разных сертификатов в области Microsoft, в области IBM, таких глобальных вендоров. И также второе мое направление – это направление по информационной безопасности. Я читаю также курсы по безопасности и также от разных вендоров. Это Microsoft, от компании лаборатории Касперского, я являюсь также тренером лаборатории Касперского и сертифицированным тренером компании Microsoft. Если хотите поподробнее про меня почитать, можно открыть интернет, даже зайти прямо в Google и в Google написать «Бойцов Петр». И одна из первых ссылок на наш сайт ведет «Специалист.ру», попадете на мою страничку. Почитаете про мою спецификацию, читаете про мои курсы и здесь полезно посмотреть на мою сертификацию. Я читаю всю линейку курсов по администрированию Windows серверов, в том числе такие сложные, как курсы по кластеризации на базе платформы Microsoft. Читаю курсы по безопасности от лаборатории Касперского и также курсы в данном случае, которые я вам буду сейчас рассказывать, по продукту SecretNet. Есть такая компания «Код безопасности», это российский производитель программного обеспечения, в нашем случае по информационной безопасности. Они много-много лет на рынке, поэтому об этом обязательно расскажу. Помимо того, что я являюсь тренером, я являюсь еще также практикующим специалистом. Я участвую в различных проектах по модернизации, про проведение аудитов безопасности информационных систем. Привлекаюсь к некоторым проектам как специалист по консалтингу в этих областях. Поэтому всегда в процессе моего обучения, когда я что-то вам рассказываю, что-то показываю, я всегда делаю аспекты на практическое применение знаний. Не только теорию, которую вы можете почитать и в интернете, и в каком-то учебнике, а также как реально вы будете в вашей жизни проекты, когда придете на работу, будете выполнять свои должностные обязанности. Делюсь обязательно этим опытом. Ну и переходим к нашему семинару. Время потихонечку идет. Давайте будем приступать. Первое, что я вам расскажу, это назначение средств защиты информации SecretNet. Что вообще это за система? Зачем она нужна на рынке? Пару слов про безопасность поговорим. И про функции SecretNet я обязательно расскажу. Посмотрим на установку системы. Расскажу особенности, связанные с архитектурой и требованиями, которые предъявляются к современным программным продуктам, которые обеспечивают безопасность информационной системы. Это важная часть. И в связи с этим есть разные механизмы установки. Естественно, мы полностью весь этот аспект озвучить не сможем. Очень много нюансов. И требует хорошей подготовки инженера, чтобы правильно внедрить данную систему. Естественно, есть официальный курс, где мы 5 дней занимаемся, 5 дней изучаем эту инфраструктуру, по-разному внедряем, устанавливаем, разбираемся, проверяем, тестируем. Все, конечно, там. Но в данном случае я вам расскажу, что за варианты установки есть. И также, после того, как мы поймем архитектуру и какие варианты есть, я покажу демонстрацию, как произвести один из самых простых механизмов. Это локальная установка SecretNet. Сейчас седьмая версия, самая актуальная. Мы ее поставим на виртуальную машинку, посмотрим, как это происходит. И расскажу про некоторые секреты, что есть определенные настройки по умолчанию, которые могут привнести проблемы для сотрудников отдела информационной безопасности, администраторов, и в том числе для самых пользователей компьютеров, которые вы будете защищать. В некоторых сценариях некоторые компоненты системы не будут сработать. Про это расскажу. И даже покажу интересную демонстрацию, что будет системой, если вдруг нарушите целостность вашего компьютера. Я вообще люблю показывать демонстрации, когда мы говорим про информационную безопасность. Есть разные направления, которые читаются в нашем центре и вообще в принципе к подготовке инженеров информационной безопасности. Что есть теоретическая основа, очень важная. Мы изучаем модель безопасности, какие есть угрозы, как их минимизировать, как организация с этим борется. Но когда учат специалистов по этому направлению, мы говорим, что есть угроза. Вот так называется атака. Давайте возьмем какой-то продукт и будем от него защищаться. Но специалист, он внедряет продукт, настраивает, ставит какие-то галочки, но не очень понимает, от чего конкретно защищается. Я люблю в своих курсах, когда я вам рассказываю или что-то показываю, делать упор на демонстрации и в некоторых случаях демонстрации проведения атак, чтобы инженер понимал, от чего защищаться, если будет реальный угроз. У нас есть курсы по этичному хакингу, также принимаем в них участие. Очень интересные курсы для хороших специалистов. Они готовят продвинутых инженеров безопасности, не хакеров, не думайте, это этичные хакеры. Это как раз те, которые проводят аудиты и реально знают, как проводятся эти атаки, чтобы понимать, от чего защищаются. Поэтому тоже посмотрим на такие особенности. Четвертая часть, пару слов про архитектуру средств защиты, то есть это компоненты системы SecretNet, которые позволяют вам защитить ваш, они называют термин автоматизированное рабочее место. Может быть компьютер, можно говорить хвост, как угодно, от этого суть сильно не поменяется. И после того, как поговорим по защитным механизмам, покажу в действии один из защитных механизмов, это механизм затирания остаточной информации. Слышали о таком? Есть интересные штуки, не все знают. Когда вы удаляете какие-то файлы из вашей операционной системы, неважно, будь то Windows, будь то Linux, то технически файл с жесткого диска не удаляется. Если это была конфиденциальная информация, то есть вероятность того, что ее извлекут. Даже есть вероятность, если вы один раз перезаписали, что все равно по остаточной магниченности, если это магнитный диск, а если не говорим о твердотельных каких-то носителях, то могут оттуда информацию эту все равно считать. Ну, посмотрим, что за механизм, и обязательно покажу, сделаем такую проверку, которую я всегда люблю на практике показать, а действительно ли данные не удаляются с физического диска, когда вы удалили файл. Тоже посмотрим, поставим программку специальную, которая может посмотреть сектора диска и видеть, что там в них. Первое. Есть информационная система. Она нужна для вашего бизнеса, для вашей организации, чтобы привносить прибыль, автоматизировать какие-то процессы, чтобы сотрудники могли выполнять свои должностные обязанности, те сотрудники, которые, соответственно, приносят дивиденды нашей организации. И все активы у современных организаций, они в большинстве своем находятся в электронном виде. И без информационной системы организация не может существовать в принципе. Современная. Никто не будет сейчас на бумажках что-то писать, на счетах что-то считать. Все мы используем компьютер. Информационная система. Это совокупность компьютеров, которые выполняют какие-то задачи. И, к сожалению, так сложилось, что поскольку это активы, есть какая-то информация, которая интересна злоумышленникам, и есть много различных угроз, которые могут быть подвержены нашей системе. И как бы нам не хотелось, но нам придется защищать нашу информационную систему, наши компьютеры. А самая главная задача информационной безопасности – это защитить данные, которые где-то в вашей системе хранятся. Не важно на сервере, локально, на съемных носителях, не важно. Мы должны их защищать. Какие есть проблемы? Тут нарисована такая сеточка. Есть какие-то компьютеры, на которых работают наши обычные сотрудники и работают, естественно, с корпоративными данными. Это могут быть даже и конфиденциальные документы, это могут быть и обычные документы, но они привносят ценность для нашей организации. И с течением времени ваша информационная система требует мониторинга и требует защиты. Когда вы работаете за вашим компьютером, вы работаете с данным. И сотрудники, они вообще про безопасность ничего не знают. Они заходят куда угодно, они качаются в что угодно, они копируют данные куда угодно. И вот первая проблема, которая возникает в организации, это неконтролируемое распространение информации, с которыми они работают. По сути, можно сказать, утечка этой информации. Какого рода? Сотрудники для ознакомления, они даже не специально, они могут не понимать вообще, что они делают. Они копируют их на флешки, вводят файлы на печать, на какие-то диски, DVD, но это устаревшее уже, но возможно тоже на диск записывают. Возможно, посылают куда-то на свои мобильные устройства для того, чтобы ему ознакомиться с им документами, пока он едет в метро, пока он едет на работу, чтобы решить свою задачу, которой перед ним стоит бизнес. И когда они отчуждают эту информацию на какие-то такие носители, то вы теряете контроль над этой информацией. Они уходят на внешние источники, уходят в интернет. Сейчас вообще, что говорить, все используют какие-нибудь скайтрайверы, облачные технологии, качают туда, чтобы с разных устройств видеть этот документ. Вообще непонятно, где он хранится, на каких серверах, и кто-то досмотрит. То есть тогда вообще полностью контроль над этим файлом теряется, и поверьте, он появится когда-нибудь у злоумышленников, и если это конфиденциальная информация, то все, мы его потеряем. Это первая проблема, когда мы работаем с данными. Вторая проблема, ваши данные не защищены и от различных угроз. Такой злоумышленник, представим, что он здесь нарисован. Когда они даже внутри сети, даже когда у вас там, вы напрямую не выкладываете в интернет, не посылаете на мобильное устройство, которое тоже может быть подвержено какой-нибудь атаке. Атаки сейчас очень хитрые, распространенные. И это миф, что хакеры, они одиночки. Современные хакеры – это всегда очень организованная преступная группа, и один человек, он не может полностью понимать, контролировать, взламывать систему. Это всегда группа людей, которые даже за огромные деньги, даже не представьте, насколько огромные, пишут вредоносный код, пишут эксплойты и так далее, и так далее. Это целая преступная группировка, поскольку им есть что воровать, и есть на чем заработать огромные деньги. В них даже есть всякие прескураты интересные, важные личные атаки и написание вредоносного кода. Так вот, даже когда вы внутри сети храните, пусть будут у вас хорошие сервера, пусть они будут защищенные, файловые, неважно какие, но данные, которые на них хранятся, они не защищены от внутренних угроз. Опять же, это очень обширный термин, но давайте просто в целом представим, что это может быть как инсайтер, человек, который внутри организации, или это человек, которого подкупили, это человеческий фактор, это тоже инцидент информационной безопасности, и в нашу зону ответственности будет входить. И также это могут быть внешние атаки, которые взламывают ваши защитные системы, получают доступ к компьютеру внутри сети, а из него получают доступ к данным. И тоже при такой атаке ваши данные утекут и будут доступны злоумышленникам, которые их либо будут продавать, либо использовать для каких-то своих корыжных целей. Это вторая большая проблема. К сюда относятся много и вредоносный код, и целенаправленная атака, и инсайдеры, и также это возможно халатное действие ваших коллег, что вы, допустим, пароль не использовали, либо компьютер не заблокировали, он зашел, что-то посмотрел, пошутил, удалил. Удаление данных – это тоже инцидент информационной безопасности. Это, к сожалению, так и есть. Это вторая задача, которой нужно решить организацию, защищаться от различных угроз. В данном случае, допустим, здесь пишут, что одна из распространенных проблем, что очень много сотрудников будет использовать слабые пароли, которые крайне легко подбираются в злоумышленникам. Ну, это так, это вешена измерка. Придете на более сложные курсы по хакингу, там узнаете, что слабый пароль – это не так страшно, что есть другие проблемы. И также, когда мы, как организация, работаем с государственным аппаратом или с автоматизированными системами технического процесса управления, то наши информационные системы должны соответствовать требованиям регуляторов. В стек организации, да, либо если у нас есть какие-то документы, мы работаем с гостайной, то наши информационные системы должны соответствовать ряду требований, которые предоставляет наше государство к этим информационным системам. И мы должны проходить проверки и соответствовать этим требованиям. При этом, самым основным аспектом этих требований является использование сертифицированного средства обеспечения безопасности, ну, средства защиты информации. И потихоньку, изучив эти проблемы, мы подошли к тому, что есть такой интересный продукт SecretNet, который позволяет вам все вот эти проблемы единовременно, с помощью одного вендора, одного продукта, закрыть, защитить. Он позволяет вам соответствовать требованиям регуляторов, позволяет вам защититься от различных внутренних угроз, внутренних именно, да, он не защищает периметры, он не защищает ваш интернет, но он позволяет повысить безопасность внутри сети, то есть на ваших хостах. И также он имеет в себе функционал, можно сказать, DNP, кто-то такой термин раньше слышал, да, от неконтролимого распространения информации, то, что мы первые проблемы описали. Вывод на печать, на внешнее устройство, на мобильное устройство. Будем использовать продукт SecretNet. Это продукт, программный продукт. Это программное обеспечение, которое ставится на наши хосты. Необходим он для защиты от несанкционированного доступа к информационным ресурсам на наших узлах. Он позволяет вам защитить конфиденциальную информацию, персональные данные, а также данные, составляющие государственную коммерческую тайну. У него очень много сертификатов, он очень много проверок прошел, данный продукт, и позволяет вам пойти требования регуляторов для автоматизированных систем, для государственных информационных систем до первого класса защищенных, он позволяет защищать гост тайну. И штек, и Минобороны, и ФСБ, все эти сертификаты у него есть, можете зайти на сайт, даже неинтересно это перечислять, потом почитайте. В соответствии с законодательным требованиям, вот эти вот основные законы, 152 ФСБ, закон о коммерческой тайне, у государственной тайне и стандарт Банка России. Помимо того, что он является хорошим средством защиты информации. Все вот эти законодательные наши требования, он позволяет выполнить. Позволяет упростить процесс аттестации автоматизированных систем. Эттестация автоматизированных систем – это сложный процесс, долгий, длительный. В некоторых случаях он в организации и полгода, и год может занимать. Мы готовим систему, собираем документы, настраиваем все. Это долгий процесс, какая-то комиссия нас проверяет. И в рамках курса, вот только в нашем учебном центре, у нас в конце есть специальная лабораторная работа. Мы, когда настроили весь стенд, у нас есть защищаемые узлы. Каждый слушатель, который приходит на курс, он настраивает инфраструктуру, чтобы соответствовать требованиям какого-то класса защищенности. Мы там выбираем, кому какой выделить. И они по этому специальному документу настраивают компоненты секретные, для того, чтобы он соответствовал, чтобы он уже реально в жизни, в своей организации эту задачу решить и решить ее правильно. Какие есть основные возможности продукта секретнет? Тут есть слово нет. Давайте пару слов расскажу. Технически ничего общего с защитой сети в нем нет. Еще заблуждение, что средства защиты информации всегда должно защищать от вредоносного кода. Здесь нет никакого антивирусного движка. То такие две основные проблемы, которые люди приходят, о, а где тут антивирус? Нет там антивируса. Не должен он реализовывать защиту от вредоносного кода. И, кстати, по регулирующим документам, которые по нашему законодательству, у них не везде требуется защита от вредоносного кода. То есть мы защищаем механизмы проникновения этого кода, механизмы контроля целостности и так далее, чтобы он вообще в принципе не попал на наш компьютер, а уже бороться с ним можно другими средствами. Первое, что делает, естественно, повышает защиту, идентификация и аутентификация пользователей. Может использовать аппаратные средства, еще может интегрироваться с таким продуктом, как аппаратным, называть замок Соболь, плата специальная вставляется. Там вообще все серьезно тогда. По сути, компьютер еще в сейфе находится. Там криптохранилище, свои ключи, свои настройки, свой механизм контроля. Позволяет разгонищивать доступ к ресурсам на том компьютере, где стоит защита SecretNet. При этом, смотрите, что значит разгоничить доступ. У нас есть Windows. В данном случае SecretNet, кто не в курсе, первый раз о нем слышит, именно SecretNet, он под платформу операционной системы Windows. Для Unix-подобных платформ у них есть SecretNet LSP-версия. Она ставится на Unix-подобную платформу. Ну, там поскуднее функционал, но тоже защищается и тоже может управляться централизованно. Так вот, разгоничение доступа. Как защищать данные, которые на моем компьютере хранятся? Давайте нарисуем компьютер. Какие-то папочки. В этих папочках какие-то файлы. Как Windows защищает данные? Самый простой механизм защиты. Это разделенный доступ к ресурсам. Согласны, да? Что я владелец файла, я его создал, я не хочу, чтобы кто-то его читал. Я зашел и сказал, только я могу читать. Или могу читать и править, другие не могут. Вот все данные защитили. Ты не знаешь мой логин, пароль. Никто не подключится. Никто эти данные не заберет. Защитили данные. Если кто-то узнал пароль, мой, это значит инцидент безопасности. Это уже взлом. Это будем расследовать. Называется дискрепционная модель доступа. Про нее еще пару слов. Можно будет попозже рассказать. Но ее сделал Microsoft на какой-то своей основе и непонятно, как работает. SecretNet имеет свою модель дискрепционного управления доступом. Дискрепционный значит отданный на усмотрение владельца. Не то, что термин математики дискрепционный, а дискрепционная модель доступа это отданный на усмотрение владельца. Кто создал файл, тот владелец. И владелец может все, что угодно сделать с файлом. Не важно, какие разрешения он имеет на этот файл. Согласны? Берем любой файл на рабочем столе. Свойства, безопасность, списки доступа по дискрепционной модели. Если я зайду, есть вкладочка владелец. Тут написано, что текущий владелец администратор. Он может делать с файлом все, что угодно. Кому угодно дать в доступ, кого угодно отобрать этот доступ, на усмотрение владельца. Даже если я владельцу скажу в разрешениях администратор запрет на доступ к этому файлу, даже читать тебе нельзя. Систему не волнует, он владелец, он может всегда вернуть себе любое разрешение. Ну, дискрепционный, отданное на усмотрение владельца. Ну, может кого угодно выкинуть, кого угодно добавить, дать доступ этот файл другому человеку. У SecretNet есть свой механизм дискрепционного управления доступом. У него у вас появляется еще одна отдельная вкладочка, и там идея похожая, что есть владелец, есть администратор ресурса, и такая же матрица доступа. Чтение, изменение, полный доступ. Также есть мандатный доступ. Это, можно сказать, доступ на уровне мандата. У меня есть мандат, я имею право голоса, или имею право изменять документ. Это по-другому могут называть, другим термином, это уровни конфиденциальности. То есть, каждому файлу, либо папке, либо SecretNet может настраивать уровень конфиденциальности устройству. И у каждого пользователя есть атрибут, его уровень конфиденциальности. Позволяет 16 уровней конфиденциальности задать, если я не соответствую тому, что написано в файле, я доступ не получаю. Этого уже нет ни в каких системах. То есть, ни в Windows, ни в Unix подобных системах. Это уже отдельным программным обеспечением уже отопиливается. На данном случае у нас это SecretNet. Можно организовать замкнутую программную среду, следующее средство защиты SecretNet. В других продуктах называется контроль запуска программ. Там более гибкая настроечка, чем у встроенных каких-то систем, даже групповых политиков встроенных Windows можно запрещать запуск, либо разрешать запуск приложения. Но идея хорошая. Если, чтобы вредоносный код действовал в моей системе, первая защита контроля запуска программ, то этот код должен запуститься. Любой код это какая-то программа. Там exe файл, может быть, dll какая-нибудь, может быть, это какой-нибудь скрипт. Если мне запрещено все запускать, кем бы я ни был, запуск запрещен, все, вирус не работает. Ну и вторая модель – это использование требований организации по разрешенному программному обеспечению. Чтобы есть сотрудник, он должен Word 1С запускать, интернет-эксплорер, кроме этого он ничего не запустит. Игрушку не принесет, слэшки ничего не запустят, так хорошо тоже будем защищать. Это замкнутая программа. Естественно, контроль устройств, отчурдаемых носителей, ну это всякие съемные устройства. Контроль устройств очень много функций. Есть теневое копирование, отчурдаемая информация, то есть все, что будет вынесено, оно будет также дополнительно в буферочек записано, всегда можно обратиться посмотреть. Также есть контроль в контексте отчурдаемой информации, контроль печать. Все, что вы вводите на печать, у вас также пишется к вам в специальную область, куда можно всегда обратиться, и также это все регистрируется в событиях, вы всегда можете на них посмотреть и увидеть то, что печатал, посмотреть копию этого документа, который он печатал, посмотреть то, что он там пытался вынести, но это часть DLP-систем. Также есть затирание остаточной информации на дисках, посмотрим демонстрацию, даже не буду говорить. Очень важный компонент защиты любой системы, которого, к сожалению, нет встроенного, полноценного в операционной системе, это контроль целостности. Берется база данных, берется некий эталон, закладывается в эту базу данных и сравнивается с тем, что у вас в системе в данный момент находится. Запускается задача проверки целостности, если что-то изменилось, значит, это инцидент, генерируются события несанкционированного доступа, много различных реакций, вплоть до блокировки компьютера. И также есть очень интересная штука, если у вас есть конфиденциальный ресурс, какая-то папочка, и там документы, допустим, только для чтения, для ознакомления. И если вдруг кто-то внес изменения, допустим, зарплатная ведомость, например, что-то внес изменения, что зарплату себе, по минимуму, больше сделал, а по ней уже идет отсылка в баб. И он был изменен, не санкционирован. Когда система будет проверять целостность этого ресурса, помимо того, что будет сгенерировано и отослано инженеру безопасности событий, что проблема серьезная, то есть реакция восстанавливать этот ресурс из эталонного значения. То есть также будет база данных и автоматически будет восстановлен оригинальный факт. Единственная проблема, база данных большая должна быть, если ресурс большой. Понимаете, да? Там полностью копия оригинального файла должна быть. Чтобы он восстановил, послал события из национального доступа, инженеру безопасности. Ну и, если нужно, можно блокировать компьютер. Никто туда не зайдет, никто ничего с ним не сделал. Выводим информацию на печать. Пару слов рассказали. И, естественно, хорошее средство, когда у вас будет огромное количество компьютеров, даже если не огромное, даже если больше десяти, то уже контролировать, настраивать систему становится крайне тяжело. Поэтому полноценное средство защиты информации должно иметь механизм централизованного управления, мониторинга, контроля. Ну и, естественно, все это должно быть в удобном для использования виде. Ну и, естественно, секретнет имеет возможность централизовывать все будем править. Мы без этого не будем. Ну, штабируемость тоже есть, можно много серверов делать. Ну, теперь варианты развёртывания средства защиты информации. Есть автономный режим, просто ставится на компьютер, управляется локально, все смотрите локально, все события хранятся локально. Все на этом компьютере. Что-то хотите проверить, пришли ножками либо удаленно подключились, проверяем, как администратор. Как понимаем, для большой сети такой вариант не очень подходит. Потому что мониторить нужно постоянно, чтобы инфраструктура была защищена. Если что-то происходит на одном компьютере, это инцидент, который требует незамедлительного расследования. Когда прилетим на курс, будем разбираться про безопасность более серьёзно, будет побольше времени. один интересный факт, что когда в сети много компьютеров, даже один компьютер, к которому злоумышленник смог получить доступ, он может являться огромной проблемой для всей вашей сети. Что когда он проник на ваш компьютер, который по локальной сети соединён с другими компьютерами, то задача взлома соседних компьютеров облегчается в сотни раз. В локальной сети работает много протоколов, в том числе даже незащищённых, не все об этом знают, что есть протоколы, которые передают пароли в открытом виде. Взять тот же почтовый сервер, который будет чуть постарее, чем что-нибудь современное. Наверняка у вас что-то такое есть. Когда вы забираете почту по протоколу POP3 или по протоколу MAP с какой-нибудь Unix сервера, пароль там передаётся по умолчанию в открытом виде. А чтобы злоумышленнику перехватить ваш трафик, есть такая атака МИТМА, Man in the middle, человек посредине. То есть, когда он получил доступ к одному компьютеру, в рамках локальной сети ему, в принципе, не составит труда подсмотреть ваш трафик. Поэтому даже любой заражённый компьютер, к которому получили доступ, где произошёл какой-то инцидент на сенсиональном доступе, он тут же должен быть по-хорошему изолирован, должен проводить инженер расследования инцидентов, откуда, как, почему, и уже принимать решение, что дальше делать. Когда автономный режим, к чему это всё, имейте в виду, что нужно серьёзно контролировать. Если мы, конечно, хотим получить защищённую сеть. Сетевой режим более предпочтительный. Там есть разные механизмы интеграции. Сетевой режим без Microsoft ActiveDare, которые не работают. К сожалению, так. То есть, он интегрируется с AD, поскольку есть встроенные механизмы усиленной аутентификации, идентификации, использования различных аппаратных, то есть, многофакторной аутентификации, что мы будем на какой-нибудь e-token записывать сертификаты и по ним проходить аутентификацию в системе. Нам нужны базы данных, нам нужна интеграция с текущим механизмом аутентификации Single Sign-On, поэтому обязательно требуются эти диаметры. Плюс, естественно, ставится сервер централизованного управления SecretNet, у него будет также своя база данных, где будут храниться события, которые происходят на компьютерах, отдельно будет храниться событие несанкционированного доступа, ну и отсюда будет распространяться настойка. Как выглядит архитектура в сетевом варианте? Хотя вот этот рисуночек поподробнее вам расскажу. Что вот здесь посерединке, не зарисовано, тут есть, тут будет SecretNet сервер. это будет сердце нашей системы, к нему будут подключаться клиенты, будут оттуда скачивать конфигурацию системы для централизованного управления, будут туда передавать события, которые происходят у них. Он может также SecretNet сервер связываться с клиентами, в том числе удаленно их блокировать, менять конфигурацию, послать какие-то сигналы управления, он все это будет делать. Технически это все реализуется с помощью веб-сервера, там будет стоять ИС, ИС это Internet Information Service, это веб-сервер от Microsoft. Клиенты подключаются по 443-му порту к центру SecretNet, нашему серверу. Этот порт будет защищенный, они сюда подключаются и свою конфигурацию передают и что-то считают. Также сам сервер должен куда-то писать информацию, где-то хранить конфигурацию. Локально будет использовать либо SQL, это может быть тот же самый сервер, здесь можно установить систему баз данных, либо это будет другой сервер. Если большая сеть, должен быть другой физический сервер, где будет стоять система баз данных. Либо компания код безопасности SecretNet может использовать Oracle, если почему-то SQL не нравится. Не проблема. Идея похожа. По 1433 порту он подключается к SQL, 1521 это порт для Oracle. TCP естественно порт используется. Также SecretNet должен хранить информацию о наших учетных записях и о конфигурации клиента в рамках нашего SecretNet домена. Там есть такой термин домен, группа компьютеров в рамках одинакового именования, если определение техническое. Он очень похож на домен Active Directory, но он имеет свой термин внесли домен в SecretNet. По сути, это группа компьютеров, которые подчинены нашему серверу безопасности. И они к нему на 443 порт бегают, эти компьютеры, и он ими управляет, и всю конфигурацию с них получает, и все события вам показаны. Это конфигурация пользователей, которые будут в нашей системе, компьютерных учетных записей, связанные с этими дополнительные поля для обеспечения информационной безопасности. Они могут храниться внутри базы данных AD, это первый вариант. Он в данном случае сейчас не рекомендуем, потому что требуется модификация схемы домен Active Directory. Кто с AD работал, тот понимает, что это не всегда возможно для организации, это приносит большую проблему. Может что-то пойти не так, и вы весь ваш домен Active Directory, весь лес, потому что схема единая для леса, можете потерять. В последней версии, в Сим.3, они сказали, ладно, мы сделаем возможность хранить вот эту базу данных в ADLDS, Lightweight Directory Service, облегченная служба каталогов. Это еще один экземпляр базы данных Active Directory, где будут храниться вот эти поля для обеспечения информационной безопасности и наши объекты, компьютеры пользователей. И это будет все синхронизироваться с существующей базой данных AD, соответственно 389, 32, 68 порт, это глобального каталога, 389, это LDAP порт. Они будут через Secret Net Сервер с AD синхронизироваться и считываться информацией. Также требуется рабочее место администратора, с рабочего места мы подключаемся к консоли для управления сервером и всеми нашими защищаемыми хостами. Меняем какую-то конфигурацию, смотрим события, которые происходят и как-то реагируем на ситуацию в нашей сети. Это базовая архитектура систем. 50-тысячный порт и 50-тысяч два, а на самом деле не совсем правильно, а там тире и там 50-тысяч один и 50-тысяч два еще. Это порты для подключения к ADLDS облеченной службы каталога для того, чтобы клиент оттуда смог считать информацию для обеспечения своей безопасности. И также клиент напрямую всегда контроллер домен пекает. Ну и теперь скучную теорию закончили, приступаем к демонстрации. Посмотрим на установку клиента, посмотрим на средства администрирования локальные, что если мы централизованно хотим управлять, то тогда нам нужен сервер администрирования SecretNet и отдельные консоли удаленного администрирования и мониторинга вашей сети. Они отдельно ставятся. Если локально, то не нужна установка с администрирования. Они локально сразу с клиентской частью ставятся. И посмотрим на аппаратную конфигурацию на вот эти средства защиты. У нас есть виртуальная машинка, там Windows 7 стоит, будем на клиентскую машину ставить. Я уже заранее скопировал дистрибутивы. Вот он дистрибутив SecretNet. Там достаточно много различных инструментов в этом дистрибутиве. И странно они сделали, конечно, но он и клиентский, и серверный одновременно. Такой большой 3,2 гигабайта, поскольку там SQL уже есть в этом дистрибутиве, и сервер администрирования. Вот если вам нужен только клиент, по кусочкам на самом деле его отсюда выкусил. Дельно качается сразу же. Чтобы нам запустить установку, запускаем либо авторан, лучше от имени администратора, что UAC в семерке работает, может нам мешать. Он сразу уже сканирует ваш компьютер на наличие установленного программного обеспечения, и видите, он подсвечивает только то, что вы можете выбрать. Он говорит, вы можете на этот компьютер только клиентское программное обеспечение установить. почему я не могу сервер безопасности установить? Потому что это клиентская платформа, и более того, он видит, что нет никакого домена, это отдельно стоящая машина, оно все равно бесполезно, оно без домена не работает, поэтому он не дает вам этого. Модификатор схема AD, если вдруг кто будет конфигурировать, устанавливать и не почитает документацию, никогда не нажимайте. Только если вы четко понимаете, что вы хотите делать, тогда будете модифицировать схема AD. Зачем эти разработчики сюда это добавили, это страшная вещь, которая может привести к необратимым последствиям. Модификация схемы это необратимое последствие. Мы нажимаем клиентское программное обеспечение, он ставит много дополнительных компонентов, которые требуются для SecretNet на старых, особенно компьютерах, это занимает много времени. Готовьтесь именно к эти обновления, SecretView ставят, .NET Framework компоненты за собой тянет, он может занимать некоторое время. У нас компьютер быстрый, поэтому долго не займет. Для установки вам потребуется ключик, сколько мы локально ставим, никаких сложностей я думаю не возникнет. И у вас при установке просто сейчас ставим защиту на локальную станцию. Пока он ставит компоненты зайду в управление компьютером, покажу, что у нас есть два пользователя админ это администратор и есть еще Адам. Адам нету Адаму давайте заодно создадим чтобы обычный был юзер тот человек, который должен работать за этим компьютером имейте ввиду, что пользователь, который работает за компьютером он не должен иметь никаких административных прав на это не должен ходить в группу локальных администраторов когда я считаю курсы по лаборатории Касперского по антивирусным решениям то я говорю что если у вас у пользователей есть права админа то антивирус можете даже не ставить все равно какая-нибудь гадость обязательно проползет это самое первое что нужно сделать если вы хотите чтобы сеть была более-менее безопасной это отнять у всех права администраторов если они с ними сидят обязательно с любой неосторожное действие любой более-менее человеческий вредоносный код сразу же будет запущен с правами администратора и сделает то что нужно а если прав нету ничего не сделают я отдам и сделал давайте я даже пароль заброшу администратору выбираем требование установил софт требующий для работы требуем для работы секретная а теперь предлагает нам выбрать как мы будем устанавливать клиента либо автономный либо сетевой режим у нас сервера нету поэтому выбираем конечно автономный режим в сетевом режиме он будет искать сервер он требует другой лицензии они отдельно лицензируются поэтому у нас локальная установка познакомиться нам этого будет вполне достаточно а уже на полноценном курсе будем детально конечно устанавливать сетевую версию мониторить все централизованно и конфигурировать нажимаем далее сенсионное соглашение вот он нам ругается говорит вы знаете у вас windows английский для корректного функционирования английский даже у нас да английский выберите зайдите в локализацию и выберите ее в режиме кода все работает хорошо хорошо обязательно сделаем указываем серийный номер я указал чтобы никто не видел и также есть дополнительный интересный компонент защита жесткого диска в мастере отдельно есть процесс установки этого компонента и к нему требуется отдельный лицензионный ключ технически что он делает это защита жесткого диска он защищает от несанкционированной загрузки с вашего диска то есть смотрите вы можете загрузиться с флешки и получить доступ к локальному диску извлечь какие-то данные либо запросить пароль администратор либо вы можете взять диск куда-то унести и пытаться загружаться с другого компьютера считается несанкционированная загрузка много атак на это строится если получили доступ к диску эта защита она шифрует ваш диск для того чтобы было невозможно загрузиться с этого диска либо с флешки на этом компьютере и считать информацию с именно физического вашего диска шифрует не полностью шифрует частично но хоть от каких-то атак защиты тогда вы возьмете диск ставите другой компьютер либо с флешкой загрузитесь вы не сможете считать то что на том диске он его просто не распознает также есть лицензия для терминального доступа тоже отдельная лицензия в них много лицензирования нужно отдельные курсы по лицензированию делать что для чего и в каких случаях используется путь установки здесь просто информация о компьютере где он расположен какое рабочее место какой номер этой системы лучше писать потому что это будет фигурировать и в отчетах и для инвентаризации вам пригодится пошел процесс установки установят после того как он установит нашу систему он спросит а какие компоненты защиты вы хотите использовать мы скажем вот такие 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 либо все сразу перезагрузится и уже будет функционировать с какими-то базовыми первоначальными настройками средства защиты информации базовая настройка достаточно хорошая и зачастую многим организациям ее достаточно даже без дополнительных ну по хорошему конечно нужно разбираться что какой компонент защищает как менять эту конфигурацию сейчас он установится мы перезагрузимся и я вам покажу какие средства администрирования там есть и вот про ту особенность с которой можно столкнуться что касается особенностей и рекомендаций по установке когда мы ставим систему секретнет а система серьезная поскольку защищает гостайну и так далее то там ставится система подсистема контроля устройств и она сканирует все устройства которые сейчас подключены к вашему компьютеру и принимает это как эталонный образец вашего аппаратного аппаратной конфигурации вашего хоста и интересный факт в том что если вы измените важные компоненты вашей системы допустим какие-то диски отключите то ваш компьютер будет заблокирован поэтому у них документация хорошо написано что перед тем как устанавливать систему подключите все требуемое устройство которое будет работать особенно если вы используете электронный замок аппаратный сопер он тогда будет прописан что потом ручками тяжело прописать неудобно вот система установилась и запустила управление секретное в данном случае мы зайдем в защитные механизмы и все основные компоненты защиты секретная затирание данных контроль устройств полномочное управление доступом заплатая программная среда то что мы перечисляли они есть что мы будем использовать что нам не нужно полномочное наверное не нужно уровни конференциальности не будем использовать контроль печати тоже не нужно принтер вообще нет замкнутая программная среда тоже не нужна чтобы быстрее работать для демонстрации перезапускаем и ждем пока закончится еще раз текущая конфигурация была принята как эталон если что-то в ней будет не так то система будет заблокирована это не относится к съемным носителям которые вы можете подключать это в настройках по умолчанию вы можете их накрутить и подключение любых устройств будет приводить к тем что они будут запрещены либо будет запрещена запись на них либо если вы будете присваивать уровни конфиденциальности к вашим устройствам если у пользователя нет такого уровня конфиденциальности он тоже не сможет использовать какой-то съемный носитель который где-то нашел допустим ваша организация тоже все может контролироваться ваша система когда система загрузится мы сразу же увидим что она защищена секретарь обратите внимание что появился значок и сразу же инициализируется система обновляется база данных контроля целостности он уже поставил на контроль определенные самые важные ресурсы систем что значит поставил на контроль то есть создается база данных значений файлов системы секретнет что если вдруг кто-то захочет испортить секретнет или там это вредоносный код или человек намеренно хочет получить доступ к данным как он хочет это сделать он испортит секретнет как-то по-другому загрузится и будет получать доступ не получится потому что есть контроль целостности и сразу же это все всплывет и система будет заблокирована и также поставил на контроль основные компоненты операционной системы что если вдруг Windows будут также пытаться взламывать какие-то бэкдуры ставить файлы стандартные модифицировать в рамках курса интересную демонстрацию показываю как обойти защиту как вообще зайти в систему есть такая атака без ввода логина пароль но это требует модификации файлов операционной системы и если нету контроля целостности то данная атака легко может пройти даже на секретнет а вот если есть контроль целостности то есть мы можем легко обойти защиту все вот эти данные механизмы контроля аутентификация по смарт-карте можем обойти если в какой-то момент получим доступ к системе и изменим файл операционной системы но если мы меняем файл операционной системы это уже не windows это уже другая операционная но поскольку он сделал в данном случае эталонную базу данных основных компонентов операционной системы в том числе и ее проверяет поэтому такая атака уже не пройдет заходим под админом давайте зайдем чтобы посмотреть как нам конфигурировать с пятого раза только при входе в систему при загрузке компьютеров проверяется контроль целостности ресурсов при этом вы на контроль можете поставить любые ресурсы которые вас интересуют как средства защиты это обязательно в регулирующих документах указано что должен быть контроль целостности от сертифицированного какого-то продюса видим в трее значок секретнета по результатам установки видим в всех программах код безопасности секретнет здесь здесь уже инструменты мониторинга это журнал это инструменты конфигурирования политика локальная политика безопасности также система интегрировалась в компонент операционной системы это в проводник explorer это в панель управления и также в управлении пользователями вас нас точку тоже интегрировали то есть мы от этого отказаться не можем при установке локальной установке это сразу же все вместе самое главное управление в локальной политике безопасности происходит интегрируется в локальную политику также может через групповую политику управляться точно такая же такая же консолька такой же вид эти галочки отдельно появилась группа настроек секретная настройка защитных подсистем настройка привилегий конфигурирование тех событий которые нужно регистрировать когда какие управления устройствами обратите внимание все устройства при этом которые зелененьким помечены они с таким значущим они приняты как эталон если с ними что-то произойдет это диск процессор память то система будет генерировать события нестанционированного доступа и по умолчанию будет блокировать компьютер настройки мы изучать не будем у нас нет на это времени на курсе детально каждый из настроечек мы просматриваем анализируем и конфигурируем это первое место где мы можем конфигурировать панель управления отдельно управление секретом это активация защитных механизмов защита диска у нас нет лицензии на защиту диска какие-то информации о вашем компьютере всегда можно поменять и еще два места где система интегрируется это проводник windows взять любой файл то есть вкладочка секретная здесь полномочия управление доступом и дискрепционное управление доступом есть дискрепционное управление доступом вкладочка security это операционная система он сделал свое видите как я и говорил такая же матрица доступа чтение запись выполнение удаления отдельно есть изменение прав доступа если у пользователя есть такое право то он считается администратором этого ресурса и дальше зайдем в управление учетной записью пользователя user адам и здесь также появилась вкладочка секретная это настройка для усиленной аутентификации можно прописывать электронные идентификаторы разных типов они могут использоваться крипто ключи здесь поскольку у нас юникод не стоит вот здесь мы видим билиберду это установка уровней конфиденциальности для этого пользователя доступ какой информации с каким уровнем конфиденциальности он будет здесь написано неконфиденциально конфиденциально и строго конфиденциально и эти настройки уровней конфиденциальности вы можете менять если зайти в панель управления локальную политику то настройки под систем под полномочное управление доступом название уровней конфиденциальности они вот здесь вот так и написано можете новый добавить супер секретно эти можно переименовать теперь там в настройках пользователя появится 4 уровня конфиденциальности и вы можете присвоить и также вы можете присвоить уровень конфиденциальности файлам устройством принтерам и полностью контролировать контроль потоков конфиденциальной информации страшный режим с ним надо долго-долго разбираться чтобы вообще понимали зачем это нужно это один механизм это доступ к файлу который имеет уровень конфиденциальности он сравнивается с уровнем конфиденциальности пользователя это простой механизм но он открыл его и нажимает сохранить как опять же вопрос с каким уровнем конфиденциальности его нужно сохранять или он хочет записать на устройство у которых какой-то другой уровень конфиденциальности, но он имеет право туда писать. А файл более высокого уровня конфиденциальности, чем этой флешки, в этом устройстве, куда он записывается. Там много очень нюансов, они тоже описаны в регулирующих документах, контроль потоков, конфиденциальная информация. Но нужно долго-долго разбираться, чтобы вообще понимать. Но в целом все системы работы с конфиденциальными информациями, контроль потоков, он реализован. И давайте проведем эксперимент. Я выключаю компьютер и сделаю страшное. Скажу, что я как будто бы вырвал какое-нибудь устройство из этого компьютера. Посмотрим, как отреагирует SecretNet на изменение аппаратной конфигурации нашего компьютера. Поскольку это виртуальная машина, это не сложно сделать. Иду в свойства и говорю, что я вот этот носитель, в данном случае это CD-ROM, тоже считается неизменной частью вашего компьютера после установки SecretNet. Я его убираю, удалить. Окей. Теперь я запускаю машину. Заодно посмотрим, как выглядит блокировка компьютера и как ее снять. Снять может только администратор. Никто другой снять защиту не может. Но администратор в данном случае это пользователь, который входит в группу локальных администраторов. Запускается подсистема аппаратной поддержки. Выполняется контроль целостности. То есть, если компьютеры достаточно старенькие, процесс входа может быть дольше. Так я не вижу, что система заблокировалась. Попробуем зайти Адамом. А вот теперь, когда выбираю пользователя, вижу надпись, что уважаемые, компьютер заблокирован системой защиты. Для разблокировки обратитесь к администратору. Что бы вы тут не вводили, он вас не пустит в систему. И при этом пишет причину нарушения аппаратной конфигурации. Обратитесь к администратору. Идем к администратору. И система также выдаст сообщение, что хотите снять блокировку или нет. То есть, вы понимаете, что вы делаете? Я понимаю, да. Хочу снять. В данном случае я снял блокировку. Но до конца проблему это не решит. Во-первых, давайте зайдем посмотрим, проанализируем, как правильные инженеры безопасности, почему компьютер был заблокирован и что изменилось. Так вы подошли, вы не понимаете, что изменилось. Хотя там и написано, что вроде бы как эта аппаратная конфигурация дала сбой. Ну, идем в журналы. Обратите внимание на журналы Секретнет. Они крайне хорошо сделаны. Их очень удобно читать, поэтому можно читать и журналы Windows в том числе. Очень хорошая фильтрация. И очень быстро работает с большим количеством событий. Идем в журналы Секретнет. По умолчанию они не подсвечиваются никак. Ну, вот здесь уже видим, что есть события с таким замочком. Запрет входа пользователя в систему. Компьютер заблокирован. И такие вот события. А вот здесь три замочка подряд. Старство службы регистрации. Устройство удаленной системы. Обнаружены изменения в процессе контроля аппаратной конфигурации. И компьютер заблокирован. Он конкретно пишет, почему, что произошло. Если здесь идти в фильтры и производить настройку, то можно по цветам раскрашивать. Видите, так красивее намного. События критические он подсвечивает красный. События, которые не критические, он подсвечивает не красный. И последнее действие, которое вы будете делать, когда настраивать систему после блокировки. Вы выяснили также из-за чего. И даже можно найти, какое устройство удаленной системы. Видите, вот события устройства удаленной системы. Он пишет, что за устройство. Видите, CD-ROM, VirtualBox в данном случае, он виртуальный у нас. Вы понимаете, что изменит. Теперь, если вдруг это штатная ситуация, и вы специально удалили, и не нужно вам больше это устройство, либо оно сломалось. Нормальная ситуация, вполне ваша организация, когда особенно много компьютеров. Вы должны утвердить новую аппаратную конфигурацию, чтобы система корректно функционировала, и не писала вам ошибки, и не мучила администратора. Идете в локальную политику безопасности. Пуск, все программы, SecretNet. И в локальной политике переходим в устройство. Когда мы переходим в эту группу настроек, то он понимает, что были внесены изменения, и говорит, хотите, я одобрю новую конфигурацию. Мы говорим, да, хотим. В данном случае, говорит, был такой-то CD-ROM, теперь его нету, мы ее утверждаем. Все, здесь, видите, вычеркнул это устройство. Как в действии происходит разблокировка по событию, связанную с изменением аппаратной конфигурации. Вернемся теперь к демонстрации. Еще пару слов про механизмы защиты данных на диске. Первое – это дискретционное управление доступом. Самый распространенный механизм. Он не зависит у SecretNet от встроенных в операционную систему. Там свой администратор ресурсов. Это может быть совершенно другой человек. То есть администратор локальный, он имеет незыблемое право менять владельца файл. А мы уже знаем, владелец может менять любые разрешения. И администратор – это кто? Это такой же человек. Кто, возможно, многие IT-инженеры, ваши, не знают пароль этого администратора. Имеют такие права на изменения владельца. А если это конфиденциальная информация, то он, возможно, не должен иметь этого доступа. Тогда дискретционное управление доступом от Microsoft, в нашем случае, оно не всегда подходит для решения определенных задач. Здесь другой механизм. Здесь нет такого права, что встроенный администратор может менять владельца. Там есть отдельное право быть администратором ресурса, который задается в политике секретной. Это будет, возможно, другой человек. Вообще из другого отдела, с другими задачами. Ну, а в целом механизм точно такой же и никак не зависит от механизма, который в операционной системе. И тот проверяется, и этот проверяется. Затирание остаточной информации. Когда вы удаляете файл, идея очень простая. Технически с диска он не удаляется. Для ускорения процесса вы можете в любой момент, либо не вы, либо злоумышленник, спокойно восстановить эти данные. Многие об этом не знают. Это даже когда вы из корзины удалите. Из корзины вообще не удаляется ниоткуда. Просто помечается как удаленный. И в любой момент можно удалить, восстановить из корзины. А даже если вы удалили из корзины, и даже если через shift-delete он сразу же без помещения в корзину удаляет, тоже можно восстановить. А данный механизм позволяет вам на сектора диска, где был записан файл. Этот файл, это что, нольники, единички. Они где-то лежат в секторах. То активация механизма затирания остаточной информации, оно записывает в эти сектора случайную последовательность. Чтобы там была билиберда, которую нельзя восстановить. При этом вы имеете механизм конфигурирования. И в нем вы указываете количество проходов затирания. Двух обычно всегда достаточно. Но в некоторых регулирующих документах написано, что давайте-ка и побольше сделаем. Что все-таки вероятность того, что по остаточной намагниченности восстановят, что там было, она есть. Ну и защита локальных дисков. Это механизм, который позволяет... Нет, на слайдик. А, вот и есть. Блокирует доступ к жестким дискам при несанкционированной загрузке компьютера. Если кто-то будет загружаться с носителя, с другого, либо диск в другой компьютер вставит, в таком случае это несанкционированная загрузка, доступ к данным не получится. Генерируется ключик, которым будут шифроваться области диска. И без секретнета, без нужных компонентов вы систему не загрузите. И дисклеерационное управление доступом. Также здесь же в свойствах файла и папки есть полномочное управление доступом. То есть вы для файла, для устройства устанавливаете уровень конфиденциальности и пользователю потом присваиваете уровень конфиденциальности, чтобы они имели доступ к этим ресурсам. И само дисклеерационное управление доступом, матрица доступа. Ну и напоследок, давайте я покажу демонстрацию конфигурирования механизма затирания данных. Здесь нарисована последовательность. Сама поверхность диска, все красиво, как в жизни это все происходит. Давайте смотреть. Берем компьютер. Для того, чтобы понять, как работает механизм, сделаем следующую вещь. У меня есть программа, которая позволяет обращаться напрямую к диску и смотреть, что там в секторах записано. Либо к физическому, либо к экологическому. Таких программ много. Есть Winhex, HXD. Запускается, мы запускать пока не будем. А сделаем следующий, чтобы нам быстренько найти информацию, которую мы хотим защитить, либо корректно удалить. Давайте создадим новый топ. Для этого возьмем текущий, сожмем. Зашли в диск-менеджмент. Я вам не рассказываю, коллеги, как запустить эту оснастку, как там в командной строчке что-то выполнить, поскольку мы понимаем, что мы инженеры информационной безопасности. И это такие азы, которые мы должны все знать наизусть. Если придете на курс, то там есть требования, что хотя бы администрирование самой системы вы должны понимать. И базовые знания безопасности должны быть. Потому что на самом курсе времени изучать это нет. Это изучать на других курсах. Я сейчас сжимаю том только лишь для того, чтобы нам было проще найти информацию, которую мы хотим корректно удалить. И для того, чтобы первым этапом мы проверили, а действительно ли операционная система не удаляет физически данные с диска. Какой интересный эксперимент. Я его сделал. Диск D появился. Давайте создадим секретный файл. Секретный документ. И здесь напишем секретную информацию. Напишем какое-нибудь слово, которого точно нет в системе. Сохранили вот такой секретный документ. Запускаем программу. XHD. Обязательно от имени администратора. Потому что если ее акк стоит, она просто не даст вам обратиться к диску. Здесь нажимаем кнопочку «Откройка на диск». И выбираем диск D. Вот она показывает вам в шустричном редакторе, как реально это все на диске выглядит. Что в нулевом секторе, что в первом секторе. Что в нем записано. И вот в остальных секторах. Видите, какая информация есть. Их очень много. Поэтому воспользуюсь поиском через «Контрол-Ф» и найду вот то секретное слово, которое в том документе точно присутствует. Вот вижу мой файл. Он отсюда начинается. Секрет, докс, тексты. И это структура файла заголовок. Как он реально хранится. А вот здесь написано с режима. For special use. Секрет, инфо. То, что мы там внутри писали. Вот конец файла. Вот то, что реально хранится на нашем диске. Я сюда зашел. Здесь написано смещение от начала. И говорю, выбери блок. И вот либо запомним, либо запишем вот этот блок реально, где он хранится, в каком секторе. Я просто номер в буфер обмена скопирую. Говорю окей, окей. Теперь удаляю этот документ. Давайте даже удалим вначале в корзину. И из корзины удаляю правую кнопку и очистить корзину. Все, удалил. Документа нет. Пользователь считает, что он все полностью удалил. Ничего восстановить нельзя. Для чистоты эксперимента закрываем. Еще раз открываем. Открываем наш диск. И ищу наш сектор. И, как видите, название файла куда-то съехало. Но все, что было внутри, оно здесь осталось. То есть содержимое никуда не делается. В некоторых случаях даже и сам заголовок никуда не девается. Просто можно попробовать без корзины и найти. Но, как видите, в том секторе самая полезная информация, она никогда не делается. Это не всегда хорошо. От этого нужно защищаться. Идем в SecretNet. Идем в локальную политику безопасности. Настройка под систем. И группа настроек, связанных с затиранием данных. Поэтому обратите внимание, что есть отдельно настройки конфиденциальной информации. Это те файлы, у которых были назначены уровни конфиденциальности. Для них свой механизм затирания. Затирание информации на локальных дисках и затирание информации на съемных дисках. У нас на локальных дисках. По умолчанию он ничего не затирает. Давайте мы два установим. То есть два раза он будет перезатирать эту информацию. Поскольку это настройки безопасности, скорее всего, требуется перезагрузка. Большинство настроек, в том числе не обязательно для SecretNet и других систем, они требуют перезагрузки. По-моему, затирание не требует перезагрузки. Сейчас проверим, эксперимент быстро проведем. Еще зайду в панель управления. Проверю. Так, затирание данных включен. Все хорошо. Еще раз идем на наш диск. Создаем новый документ. Тест. Шред. Иногда такие программы, которые корректно удаляют, называют шредер. Тест. Так мы сделали. Еще раз перезапускаем. Вот он наш файл. В 288 секторе и смещение. Вот такой вот. Теперь мы его удаляем. Я без корзины прямо удалил через Shift. Можно, кстати, также попытаться найти через Ctrl-F. Данные-то они остались. И уже видно, что он ничего не нашел. А, подожди, не то искал, да? Ну, давайте через GoTo. Вот наш сектор 288. Вот оно, 24 тысячи смещений. И видите, эти сектора, или даже ближайшие, которые рядом с ним лежат, он затер несколько раз случайные последствия. То есть, даже без перезагрузки система затирания работает. Ну, такая вот интересная штука. Как видите, конфигурируются несложно. Настройки, они понятны. Такую демонстрацию посмотрели. Давайте небольшой итог подведем. Что у нас с вами сегодня получилось. Мы с вами поговорили про средства защиты информации SecretNet. Средства защиты от нестационированного доступа. Посмотрели, в каких вариандах оно может функционировать. Что есть локальная версия, есть сетевая версия, которая централизованно может управляться. Смотрели на основные защитные механизмы. Посмотрели просто-образно, что есть. Что помогает защитить нашу инфраструктуру, наших компьютеров, частично, в том числе и сеть. И посмотрели в рамках демонстрации на установку SecretNet. Посмотрели на особенности, в том, что могут возникать проблемы, когда вы установите, как минимум, с утверждением аппаратной конфигурации, если кто-то что-то будет изымать из вашего компьютера, он будет заблокирован. Смотрели удобное средство мониторинга, журналирование, что красиво подсвечивает, быстро работает и очень удобно фильтрует информацию. Это важно для безопасности. Потому что безопаснее будет постоянно мониторить события, которые происходят, и он должен это делать эффективным средством. И посмотрели на ряд защитных механизмов и особое внимание уделили стиранию остаточной информации. В рамках этого механизма проверили, что действительно операционная система Windows, при этом не Windows 8, не Windows 10, не Windows 7, не XP, и он при удалении физические данные с диска не удаляет, которые в самом файле у нас хранились, в чем мы объятились. А SecretNet при активации механизма это успешно делает. Вот такой у нас семинар. Задавайте ваши вопросы. У нас наступила серия вопросов-ответов. Буду сейчас на них отвечать. Есть у нас стенд. Могу что-то дополнительно показать, если вас интересуют настройки системы. Ну и, естественно, приглашаю вас на полноценный курс. И в рамках курса еще очень интересные части. Мы будем делать лабораторную работу, настраивать в соответствии с требованиями регулирующих документов по нашему законодательству на нашу информационную систему. Мы которые реализуем с нуля, с голой системой, с централизованным управлением, с полноценным монитором. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова